Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Один из плюсов очень печального вооруженного конфликта на Украине — это проходящие в нашей стране дискуссии о свободе и демократии. Эти слова сейчас у всех на устах. Из-за этого у нас по всей стране начался поиск американцев, которые живут так, будто у нас свободная страна, как это было, скажем, в 89-м. И одним из первых людей, которого мы нашли, был Кит Рок. Вскоре мы покажем наше интервью с ним. Но для начала, что конкретно представляет собой демократия? Ее отличительной особенностью является плюрализм. В демократии граждане могут иметь любое мнение, какое они пожелают. Они могут выражать его публично и когда им это захочется, в том числе через средства массовой информации. Если граждане недовольны своим политическим руководством, они могут бросить своим лидерам вызов в борьбе за их пост. И все это верно для любой свободной страны в любой период. Это не просто характерные черты демократии, это обязательные условия демократии. С учетом всего этого, вам следует знать об украинской политической партии, которая называется «Оппозиционная платформа за жизнь», имеющей 43 места в парламенте. Это самая крупная оппозиционная партия в данной стране. В эти выходные Владимир Зеленский запретил эту партию. «Оппозиционной платформе за жизнь» теперь запрещена, цитирую, «любая деятельность на Украине». Вот так одним приказом Зеленский лишил всех возможности побороться с ним за пост президента. И поступил он так не только с этой партией, но еще и с 10 другими политическими партиями, которые, по его мнению, были недостаточно ему верны. Все они теперь вне закона. Очевидно, что сейчас на Украине идет вооруженный конфликт, и поэтому Зеленский вел военное положение. Но мы должны сказать вам, нет никаких доказательств того, что запрещенные им партии помогали России в ее вооруженном конфликте против Украины. Оппозиционная платформа за жизнь, например, осудила ввод российских войск с самого начала, так же поступили остальные. Однако Зеленский воспользовался возможностью, чтобы по факту превратить Украину в однопартийное государство. Запретив всю оппозицию, он затем взял под свой контроль СМИ в своей стране. Зеленский подписал указ, в котором все национальные каналы объединяются в единую контролируемую им платформу. Он назвал это, цитирую, «единой информационной политикой, и она определенно единая». Если все это кажется вам шокирующим, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали в программе «Тодей», тогда вы, вероятно, не обращали внимания на Украину. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над Украиной. Началось это задолго до ввода российских войск и вооруженного конфликта. В прошлом году он добился ареста своего главного политического оппонента. Государство также наложило арест на активы этого человека. В то же время Зеленский закрыл три самых популярных украинских телеканала. И отнюдь не по совпадению, это были каналы, которые его критиковали. И как же мы, американцы, должны это оценивать? Во-первых, и это самое очевидное, следует признать, что это авторитаризм, а не демократия. Во-вторых, нужно признать, что в мире это довольно обычное дело. Даже в 22-м году реальная демократия — это в целом редкая вещь. Большинство стран все еще управляются разного рода диктатурами, как бы они там ни назывались. Это касается и близких союзников Америки. На ум сразу приходят и Ордания, и Саудовская Аравия, но есть и другие. Мы не читаем по этому поводу нравоучений. Очевидно, что мы бы предпочли, чтобы в каждой стране была демократия. Но для американцев, вероятно, это бесполезная трата времени — слишком сильно вникать во внутренние дела других стран. Эти страны трудно изменить. Но нас волнует то, что должно волновать всех американцев, а именно происходящее здесь, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты действительно являются маяком надежды и свободы для остального мира. Как нам сохранить это вдохновляющее положение? Нужно не просто отправлять людям ракеты, а нам самим нужно оставаться свободными. Соединенные Штаты не могут быть маяком свободы и света в мире, если мы сами не свободны. Первое, что мы должны сделать, если хотим и дальше вдохновлять и менять мир, в том числе Украину, — добиться того, чтобы мы сами оставались свободными. Субтитры создавал DimaTorzok